МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будут проводиться мероприятия со школьниками с целью ознакомления биографии наших знаменитых земляков. В культурных организациях проходят мероприятия, посвященные 80-летию образования области. Дедушка воевал, он погиб под Москвой в 42-м году. Подведены итоги вахты памяти 2017. Это будут десятки тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. Госдума приняла закон о создании территории, опережающего социально-экономического развития в закрытых городах. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В этот вторник глава Десногорска Андрей Шубин встретился с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города на плановом оперативном совещании. В последнее время в администрацию Десногорска поступает информация от жителей города о том, что по квартирам Десногорца входят представители некоего негосударственного пенсионного фонда и запрашивают персональную информацию, такую как СНИЛС и паспортные данные. При этом представляются они как полномочные представители администрации города. Хочу обратиться к жителям нашего города и сказать, что администрация муниципального образования город Десногорск поручений и полномочий на получение персональных данных от жителей города не выдавала ни одной организации. Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу ведет работы по благоустройству города и ремонту дорог. Мы приступаем к реализации программы «Мой любимый город» и благоустройства придомовых территорий. Первый район 10-го дома, первый район 16-й дом и второй район 18-й дом, где будут установлены детские игровые комплексы, скамейки, газонограждения. Также у нас идет текущий ремонт дорог, автомобильных дорог, которые также входят в программу «Мой любимый город». Продолжается подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Сейчас идет работа по утеплению конкура домов. Все остальные работы уже практически завершены, закончился у нас на этой неделе. Вчера ремонт подрядными организациями, герметизация шлопа на квартирных домах. И начаты у нас ремонты трех многоквартирных домах города Десногорска в первом микрорайоне и третьем микрорайоне. В Смоленске в Лопатинском саду 23 сентября пройдут мероприятия, посвященные 80-летию образования Смоленской области. В делегацию Десногорска войдут руководства города, представители крупных предприятий и коллективы художественной самодеятельности. Специалисты комитета по образованию принимают участие в работе семинара по проекту «Школа Русатома», который проходит в Москве. За прошедшую неделю инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. Вакцинация от бешенства домашних животных проходит согласно плану. С приходом осени в регион надвигается сезон гриппа и ОРВИ. На заседании санитарно-эпидемиологической комиссии при администрации области обсудили вопросы профилактики. По прогнозам специалистов, здоровью смолян в этом году угрожают вирус H1N1 с последующим присоединением к нему гриппа B. Администрация региона уже сформировала самую большую заявку на вакцины, которая позволит охватить 40% жителей области. Для удобства по поручению губернатора сформированы более 340 выездных прививочных бригад, чтобы все желающие смогли сделать прививку непосредственно на рабочем месте. Смоленц готовится отметить свой день рождения. Одной из основных площадок празднования станет Владимирская набережная Днепра. Скульпторы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства проведут там мастер-классы для смолян. Предполагается, что во время праздничной акции будет создано несколько масштабных арт-объектов. В Десногорских учреждениях образования и культуры уже проходят мероприятия, посвященные 80-летию образования Смоленской области. Подробности далее. Сотрудники Десногорского историко-краеведческого Десногорского музея подготовились к значимому событию нашего региона с особенным вниманием. Подготовлен ряд мероприятий, в том числе информационный стенд с истории герардики региона, а также будут проводиться мероприятия со школьниками с целью ознакомления биографии наших знаменитых земляков. Всего учреждениями культуры и дополнительного образования Десногорска к этому событию подготовлено 11 мероприятий. Комитет областной думы по экономическому развитию и инвестициям рассмотрел проект закона о промышленной политике в регионе. Законопроект направлен на урегулирование отношений промышленников с органами власти. Деятельность предприятий будет стимулироваться в том числе субсидиями. В документе отражены вопросы информационной и консультационной поддержки, развития кадрового потенциала, налоговых льгот и целый ряд других направлений. Частичка земли с родиной Григория Потемкина и Павла Нахимова передана в Севастопольский музей. Ее отвезли туда участники автомотопробега «Дороги Победы», который проходил в августе. Капсулы землей стали экспонатами Государственного музея города-героя на память о смолянах, внесших большой вклад в историю Севастополя и полуострова в целом. На территории Смоленской области проходила вахта памяти объединения поисковых отрядов концерна «Росэнергоатом». В ней приняли участие представители семи атомных станций, а это 132 поисковика из 13 регионов России, Казахстана и Молдовы. Работы велись в Ельнинском районе. Торжественное закрытие вахты памяти 2017 состоялось 19 сентября. В ходе проведенных работ с водным отрядом атомщиков были подняты останки 95 защитников Отечества. Два имени удалось восстановить. Останки пяти солдат переданы для захоронения на родине Воронежской области, Ростове, Владимире и Саратове. Для большинства поисковиков возвращение солдат из небытия – это долг перед невернувшимися с полей брани родственниками. У меня дедушка воевал, он погиб под Москвой в 42-м году. Два дяди, они погибли в Белоруссии в 43-м. Два брата, брата моего отца. Они в первом же бою вместе погибли, они там похоронили. Они были рядовыми. А что для вас самое главное в вахте памяти? Самое важное – найти бойца, найти его родственника, увековечить его память, чтобы они там влекли свой покой, вечную память. В этом году поиск был посвящен 76-й годовщине Советской гвардии. Это вахта подведения итогов за сезон. С апреля по сентябрь поисковикам удалось поднять останки более 500 красноармейцев. Имена 16 из них были установлены. В торжественной обстановке останки поднятых бойцов захоронили 17 сентября на мемориале в деревне Ушакова. Надо отметить, что поисковое движение на Смоленской земле активно развивается. В наше время отряды создаются в разных структурах и организациях. Но поисковое объединение атомщиков особенное. Росэнергоатома, я могу сказать, что сложена хорошая система. Она как бы выдержана и структурно. И, знаете, такой неоднодневный вариант. Тем более, что уже доказано на протяжении 10 лет. Ну а нам, что очень важно, что родилось это движение на территории Смоленской области. Что первая вахта проходила под нашим руководством и при нашем обучении. Что мы проводили на территории города Десногорска свой первый семинар, обучающий конференцию. И то, что ребята уже три раза проводили свои вахты на территории Смоленской области. Мне это отрадно, как руководителю Смоленского движения. На митинге, посвященном закрытию 11-й вахты памяти сводного отряда атомщиков, поисковики были отмечены почетными грамотами и благодарностями от концерна «Росэнергоатом», Смоленской атомной электростанции, медалями, 10 лет объединению поисковых отрядов АЭС России и памятным знаком за активную работу по увековечиванию памяти павших при защите Отечества и за большой вклад в общественную деятельность, а также за развитие поискового движения в городах расположения АЭС. Следующая 12-я вахта памяти с участием сводного отряда атомщиков состоится на Воронежской земле. В центре Смоленска появилась скамейка ученого. По задумке организаторов, арт-объект будет приносить удачу студентам. Для этого им нужно приложить свою зачетку к бронзовой зачетке с подписями Курчатова, Ньютона, Резерфорда и Эйнштейна. Скамейку установили на аллее поколений, расположенной у памятника Федору Коню. Она посвящена памяти ученого и конструктора Николая Синева, который учился в Сычевке и был участником атомного проекта СССР и запретателем первой передвижной атомной станции. Смоленские таможенники изъяли более 2000 литров контрафактного моторного масла, а также возбудили два административных дела в отношении предприятия. Новосибирская фирма собиралась реализовать на территории России литовское машинное масло якобы известных брендов, однако в декларации на товар не было документов, подтверждающих законность использования товарных знаков. Обратившись к правообладателям, таможенники установили, что масло поддельное. По заключению специалистов, его использование в автомобилях может нанести существенный вред. 22 августа Десногорск присоединится к всероссийской акции на работу на велосипеде. Эта акция проводится в России два раза в год – 19 мая и 22 сентября. Так что, уважаемые десногорцы, в пятницу пересаживаемся с авто на велосипед и укрепляем свое здоровье. В завершении выпуска новости Росатома. 58 голосов за и ни одного против. Таковы итоги голосования депутатов Госдумы по вопросу о создании в закрытых атомных городах территории, опережающего социально-экономического развития. Как скажется, это законодательная инициатива на жизни атомных городков. Мы расскажем в нашем следующем сюжете. Быть или не быть территорием, опережающего социально-экономического развития в закрытых атомных городах. На этот вопрос депутаты Государственной Думы отвечают голосованием. 358 парламентариев поддержали принятие соответствующего закона в первом чтении, хорошо понимая перспективы этого решения. ЗАТО смогут теперь привлекать инвесторов, смогут привлекать новые проекты, которые будут пользоваться преференциями и достаточно комфортной налогооблагаемой базой. Я считаю, что это будут десятки тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. Конечно, это должно улучшить общее социально-экономическое положение в закрытых территориальных образованиях. Идея о создании на территории ЗАТО особых зон с комфортными налоговыми условиями для привлечения инвестиций возникла еще три года назад. Однако статус закрытых городов требовал тщательной проработки законодательной базы и подготовки индивидуальной концепции развития для каждого из них. Первая ТАСЭР была создана в Сарое всего несколько месяцев назад и уже сейчас располагает с заявками от резидентов. Инвесторы готовы вложить более 700 миллионов рублей в свои новые проекты. Наши технологии позволяют с помощью взрывов, направленных производить демонтаж морских стационарных платформ. Альтернативы взрывной технологии там не существует. Мы пытаемся эту технологию сейчас представить на рынке. Заявки других атомных городов на получение статуса территории опережающего развития ждут окончательного принятия закона. В каждой из концепций определены проекты, выбраны инвесторы, подготовлены производственные площадки. В Трехгорном и Заречном есть мощности для станкостроения. В Снежинске готовы изготавливать оборудование для нефтедобывающих компаний. В Томской области планируют открыть проекты по композитным материалам и фармацептике. Общий объем инвестиций в новые производственные проекты в атомных городах оценивается более чем в 70 миллиардов рублей, а количество новых высокотехнологичных рабочих мест, которые будут созданы в ЗАТО, превысит 15 тысяч. На этом наш выпуск завершен. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова